Привет друзья, это Оперштаб, меня зовут Алексей Ильяшевич. Наконец-то у Тихановской появилась возможность применить свою президентскую власть. Литовцы просят, чтобы она помогла отменить санкции против санатория Беларусь в городе Друскининкай, иначе сотни людей останутся без работы. Но что-то мне подсказывает, что Светлана этого делать не будет. На канале опубликовано уже несколько роликов на данную тему. Если вы их смотрели, то суть конфликта вам известна. Во исполнение санкций Евросоюза шведский банк арестовал в Литве счета санатория Беларусь, который принадлежит властям соседней страны. Его персонал в новогодние праздники остался без зарплаты. И проблему вроде как решили, деньги сотрудникам все-таки выплатили. Наши литовские товарищи в комментариях обращали на это внимание. Дескать, зачем делать из мухи слона? Так вот, хочу им открыть маленький секрет. Особенность заработной платы заключается в том, что ее начисляют ежемесячно. Если за декабрь сотрудники санатория свои деньги получили, то январь, февраль, март и далее по списку уже под вопросом. Потому что санкции по-прежнему в силе. Счета частично разблокировали для того, чтобы выплатить зарплаты и налоги. Но нужно еще рассчитаться с компаниями, которые оказывают услуги санаторию. И вообще, из-за санкций он не может получить финансирование из Беларуси. Это не я придумал. Это факты, которые руководство предприятия излагает в обращении к властям Литвы. От правительства требуют ответа на вопрос, какая судьба уготована санаторию? Что дальше? Ну, выплатили вы зарплату за декабрь. Может, на январь хватит. А дальше зарплатный фонд опустеет. Не может санаторий Беларусь нормально функционировать в условиях санкций. Их нужно отменить, потому что они бьют по гражданам Литвы. А президент Литвы Гитанос Науседа говорил, что это недопустимо. Логичный подход, не так ли? Но правящая верхушка думает иначе. Как же можно снимать санкции с Беларуси, если Литва сама их лоббировала и первой побежала их исполнять? Поэтому власти республики нашли другое решение. В момент подготовки этого видео литовский Сейм должен рассматривать поправки к законодательству, которые позволят выплатить компенсации уволившимся сотрудникам санатория Беларусь. Увольняешься – получи 2890 евро. Это максимальная сумма. Хватит на 2-3 месяца. А дальше что? Соображения по поводу выплаты пособий 400 людям, оказавшимся на улице, на мой взгляд, недальновидны, неразумны и бесперспективны. Пандемия в Друскиненкае увеличила безработицу до 18,9%. С выдворением на улицу работников санатория это число вырастет еще больше, заявляет мэр Друскиненкае Ричардо Смоленаускас. Ну и ничего страшного. Закончится пандемия, и бывшие сотрудники санатория Беларусь поедут искать работу в странах Западной Европы. А литовские власти потом будут ломать голову. Почему это у нас численность населения уменьшается? Непонятно. Люди, которым предлагают пополнить армию безработных, возмущены этими планами. Портал БНС сообщает, что они провели символическую акцию. Как отмечает издание, на ограждении учреждения были развешаны плакаты с надписями «Куда вы денете 400 безработных?» Почему санкции применяются к литовскому народу? Светбанк, у вас слишком много клиентов? И президент, защитите литовский народ, который вас избрал. Кроме того, у входа в санаторий установили инвалидные коляски для детей, которые проходят там лечение. Там же были размещены фотографии маленьких пациентов. «Надеемся, что наше правительство сформирует комиссию из представителей нашего санатория и найдет правильные ответы. Мы хотим, чтобы наши рабочие места были сохранены», – сказал представитель учреждения. А литовские власти этого не хотят. Поймите правильно, борьба с режимом Лукашенко требует жертв. «Мое мнение, временные экономические трудности оправданы, когда защищаешь права человека, свободы и общие основополагающие вечные ценности», – министр экономики Литвы Аушрины Арманайте. В общем, сотни литовцев останутся без работы не просто так, а ради основополагающих вечных ценностей. Среди тех, кого они просят о помощи, есть и Тихановская. Аруна Сликавичус, это глава профсоюзной организации Солидарумас, считает, что Светлана могла бы обратиться к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть санкции. И это логично, ее же на Западе считают народным лидером Беларуси, но Тихановская молчит. А если открывает рот, то говорит исключительно правильные вещи. За это ей в Литве дали ежегодную премию свободы. На этом все. Пишите в комментариях, как по-вашему разрешится ситуация вокруг санатория Беларусь и что вы думаете о награждении Тихановской. Не забывайте подписываться на наш канал, если еще не подписаны. Скоро увидимся!